Всем привет, с вами Павел. Назрел новый выпуск альтернативных стран, первый выпуск которых пошел вам в принципе по душе. Хочу также выразить большое спасибо подписчикам, которые предложили мир альтернативной истории в первом выпуске. Хочу также сказать, что на моем канале будут время от времени появляться подобные выпуски. Ну что ж, мы начинаем. Голландская империя, столица Антферпен. Произошла Нидерландская революция и в результате ее Испания уступила Голландии и Северные и Южные Нидерланды, а также Бельгию. Но Голландия решила продолжить войну и взяла под свой контроль через долгую и кровопролитную войну Иберийский полуостров, стерев с лица земли Испанию и Португалию. Позже Голландия продолжила колонизацию Нового Света, создав огромные колониальные территории в Южной и Северной Америках, а также в Индонезии и на Филиппинах, став при этом сфердержавой мира. Греческая Народная Республика, столица Афины. Вторая мировая война закончилась, Греции вспыхнули беспорядки по поводу экономического кризиса и нищеты, так как война принесла разрушения и убытки, которые было не восполнить. Беспорядки переросли восстанием, их произошел переворот. Власть перешла в руки коммунистов. Греческая Народная Республика становится первой коммунистической страной в Средиземноморье. Позже Греция присоединяется к организации Варшавского договора и начинает получать всевозможную помощь от СССР. Китайская империя, столица Пекин. Предпоследний император Китая Айсингюрё Зайянь, более известный как Гуанцюй, смог провести ряд реформ 100 дней и смог взять власть в свои руки. Начались масштабные реформы во всех отраслях жизни китайцев. Китай вовремя перенял западный образ жизни и вступил в гонку вооружений с такими державами, как Великобритания, Франция, Германия. 4 августа 1914 года Китай вступает в Первую мировую на стороне центральных держав и выигрывает благодаря количеству вооруженных сил, которые также в результате реформ были переобучены и перевооружены. Китайская империя также получила в результате победоносной войны земли Дальнего Востока и Сибири, провинции Индии и всей территории Индокитая и стала сверхдержавой мира. Китайско-Советский Союз. Две столицы – Пекин и Москва. Прошла Вторая мировая война. В Китае только-только началась гражданская война. В результате этой войны Мао Цзэдун и китайские коммунисты одержали победу и взяли власть в свои руки. Республиканцы бежали на Тайвань. Так, китайско-советского раскола и конфликта бы не было, и две огромные и мощные державы объединились в одну единую сильнейшую страну, которая начнет создавать новый мировой правопорядок, диктуя победу коммунизма. Стоит также заметить, что Куба тоже вошла в состав КСС, так как увидела расцвет истинного коммунистического государства. Продолжая тему Голландии и голландской альтернативной истории, у нас уже есть такое название, но это будет чуть-чуть другое. Продолжаем тему альтернативной голландской истории, которая уже вот-вот заполонит наш с вами выпуск. Ну ладно, но тут чуть-чуть у нас другое. Республика Новая Голландия, столица Тасман. Интересно, но наверное вот так бы повернулась история, если бы в Австралию прибыли бы первыми колонисты Голландии. На пару дней буквально первые, чем британские. Тогда бы, может, британские колонисты высадились бы на западном берегу, а голландцы на восточном. Это бы привело к войне, в которой голландцы бы одержали победу. И Новой Голландия стала бы полностью охватывать австралийский континент. Хотя даже неизвестно, но может быть на месте голландцев могли бы быть французы. Они тоже могли добраться первыми до Австралии. Тоже не исключено, между прочим. Соединенное Королевство Новая Голландия. Столица Новый Амстердам. Голландцы, окончательно сломив англичан во Второй Англо-Голландской войне, обрели господствующее влияние в Новом Свете, получили территорию от Британии и продолжили исследования, колонизацию и покорение Северной Америки. Новая Голландия также сохранила всевозможные связи с метрополией и стала распространять голландскую культуру по всему миру. Так голландский язык стал самым распространенным языком в мире. Республика Корея. Столица Сеул. Южнокорейские и американские силы в 1953 году взяли вверх над северокорейскими силами. Ким Ир Сен бежал в СССР и больше никогда не приезжал в Корею. В демократической республике воцарился мир. Экономическая помощь США позволила корейской экономике взлететь на небывалые высоты. Ее экономика стала одной из ведущих в мире. На сегодняшний день Республика Корея является ярким примером высоких технологий, трудолюбивого народа и лидера по экспорту в мир всевозможных товаров. Российская Республика. Столица Санкт-Петербурга. 25 октября 1917 года произошел большевистский переворот, в результате которого пришла к власти диктатура Ленина-Троцкого. Была провозглашена РСФСР. Началась гражданская война в России, которая закончилась через три года победой Белого движения. К власти пришло временное российское правительство во главе с генералом Деникиным. Власть была признана в 1919 году дешевыми Антанты. Польша и Финляндия в конце концов отделились от России, но Средняя Азия и Кавказ были сохранены. Позже Прибалтика была также присоединена в результате войны, которая произошла в 1927 году.